Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Докатилась до Бийска. Волна сообщений о возможных взрывах заставила эвакуировать школьников Наукограда. Пивной рай. Почему депутаты Краевого законодательного собрания упростили процедуру открытия пивнушек? Летит высоко, глядит далеко, как в крае с воздуха ловят браконьеров. Волна лжеминирований докатилась до Бийска. Сегодня учебный процесс экстренно был остановлен в школе номер 20 Наукограда. На электронную почту учебного заведения пришло сообщение о том, что в здании заложена бомба. Специалисты обследовали школу, ничего подозрительного не нашли, учебный процесс возобновили. И сегодня же поступили сообщения о минировании Бийского ЦУМа, еще двух торговых центров, двух детских садов, общежития Педуниверситета и управления по образованию Наукограда. Все помещения осмотрели сотрудники полиции и кинологи с собаками. Информация оказалась ложной. Добавим, что письма подобного содержания в минувший понедельник получили 29 барнаульских школ и 11 административных зданий. После проверки взрывных устройств обнаружения не было. Волна сообщений о минировании прокатилась и по другим городам России. К счастью, все они не подтвердились. В крае может увеличиться число псевдобаров. Сегодня на сессии Краевого законодательного собрания депутаты отменили ограничения для открытия таких заведений. Речь идет о строгом количестве столов, стульев, наличии санузла. Эти условия несколько лет назад стали обязательными для работы пивнушек. Почему все вернулось на круги своя, узнаете прямо сейчас. Пивные рейки пустили на самотек. Если ранее депутаты Краев ввели критерии для открытия псевдобаров, прокуратура эти условия подвергла сомнению. Мол, число столов, наличие санузла и так прописано в ГОСТе. Зачем еще и закон? По решению надзорного ведомства депутаты отменили этот пункт. Несмотря на то, что многие оказались не согласны, ведь ГОСТ лишь рекомендация, его можно и не соблюдать. А значит еще легче открыть забегаловку. Депутаты возьмутся за разработку новых ограничений и на это время попытаются уберечь людей от отравлений. Вернуть на рынок в вечернее время магазины, которые торгуют легальным спиртным. Абсурдно выглядит ситуация, когда барматуху можно взять в вечернее время, а нормально спиртное взять нельзя. И если это решение возмущает жителей, то парламентарии больше не довольны другой инициативой прокуратуры. Ее сотрудники протестуют против двух прав депутатов всех уровней. Во-первых, компенсации избранникам народа в размере 30 тысяч. На бензин, зарплату помощникам органы принудили парламентариев ввести учет трат. А вот как быть, например, с различным родом подарками на округе или денежным поощрением активистов? То есть как вот с этим-то быть и как мы это все пропишем? Но в целом это замечание приняли, а вот второе вызвало еще большую волну негодования. Раньше депутат после обращения жителей мог вне очереди попасть на прием в то или иное краевое учреждение. Теперь сказано ждать как всем. А ведь решать проблемы жителей быстро – прямая работа депутата. Безотлагательный прием являлся именно гарантией того, что любые ответственные лица – это чиновники, главы районов, руководители предприятий – должны нести ответственность при исполнении своих служебных обязанностей. Еще одно решение парламентариев – расширить круг получателей компенсации на капремонт в многоэтажках. Если с гражданами, достигшим возраст 70 лет и старше, проживают инвалиды первой и второй группы, они также имеют право на компенсацию платы за капитальный ремонт в размере 50% либо 100% соответственно. По примерным подсчетам на это право могут претендовать около 2000 жителей края. В МВЦ или органах соцзащиты люди уже скоро смогут проверить, поставили их на учет или нет. Анастасия Драган, Николай Шелком. Наши новости. Александр Романенко продолжит руководить Алтайским отделением партии «Единая Россия». Он был переизбран на следующие пять лет в ходе очередной конференции регионального отделения, которое прошло вчера. В то же время главной темой встречи стало обновление руководящего состава реготделения в связи с новым уставом. В частности, было решено, что для партийных работников будет введен морально-этический кодекс, а сами члены будут нести ответственность за неподобающее поведение, в том числе перед избирателями. Для большей открытости и эффективности решили переформатировать работу президиума и полицовета. Теперь таким важным, принимающим решение части текущей деятельности регионального отделения партии будет являться президиум. А региональный полицовет будет больше носить такие решения стратегического направления. Кроме того, для большей эффективности работы партии решено пересмотреть ее ряды. Одно из первых обновлений произошло уже во время конференции. В состав президиума и полицовета вошел губернатор края Виктор Томенко. В целом, отметил руководитель регионального отделения Александр Маненко, в ближайшее время состав партии сильно изменится, а число членов уменьшится примерно на 20%. Развод на деньги. Такую услугу получили десятки барнаульцев вместо помощи в получении кредита. Клиенты фирмы «Финансовый брокер НК» обратились в нашу редакцию и рассказали, что после такого сотрудничества лишь потеряли свои средства. Причем отдавали они их добровольно, не подозревая махинации. Анастасия Дороган тоже попробовала взять кредит. Фирму она, как и другие клиенты, нашла по объявлению. Найти объявление несложно. Их расклеивают на автобусных остановках, и это почему-то кто-то уже сорвал. Кстати, название организации здесь не указано. Кредит безработным, должникам. Эту фирму трудности не пугают. Оформить кредит через посредника Тамару Кузнецову подтолкнул очередной отказ в банке. Пенсионерки не одобряли 400 тысяч рублей, а деньги нужны были на лечение. Посредник, говорит, заключил договор за час. Обязался выбить кредит для Кузнецова и потребовал 15 тысяч рублей. Мне сказали, что вот эти 15 тысяч банк затребовал как страховку для получения кредита. И это все... Я говорю, а для чего это мне надо, страховка? Мне страховка не нужна. Они говорят, да вы не переживайте. В тот же день женщине дали адрес банка, сказав, что все договорено. Дмитрий Косарев за такую же псевдо-страховку банка заплатил 10 тысяч и та же схема. Вместе с ним идем в банк. А чего вы заулыбались? Это обман. Почему обман? Обман? Как обман? Они отправляют к нам людей. Но это эффективный договор. То есть мы с ним вообще не знаем даже, кто это и что. За соседним столом сотрудница спрашивает, говорит, ты видела эти документы? Она говорит, да конечно, это уже не первые люди, кто приходит с такими документами. Сотрудники фирмы финансовый брокер НК не скрывались, а просто выдали клиентам другие адреса. И Дмитрию, и Тамаре отказали по нескольку раз. Затем посредник заявил, что срок договора на услуги истек. Указано же в течение 20 дней. Сейчас клиенты не могут даже устроить скандал. Офис закрыт. Попасть в него не так-то просто. Насчет кредита вам звоним. А сумма какая интересует? Около 200 тысяч. За это сумма вам необходимо подойти к нам офису. Мы находимся в городе Барнаул, Калинино, в общем, вход в страны профинтерны. Прямо идет строго по записти. Видимо, офис, названия которого здесь нет, снимают для заключения договоров. Дальше консультанты пропадают. При этом за время их выслеживания Тамара и Андрей встретили еще нескольких жертв мошенничества. И пока одни идут в полицию, другие клюют на уловку. Почему еще люди не чувствуют подвох, так это соседство компании со следственным управлением МВД. Пожалуйста, соседний подъезд, куда обманутые и несут свои заявления. Мы написали запрос в правоохранительные органы и ждем от них ответа. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. Наши новости. Продолжаем выпуск. Единственный за Уралом ультрасовременный томограф будет доступен жителям края. Аппарат привезли и установили в диагностическом центре региона. Теперь процедура магнитно-резонансной томографии будет доступна даже для людей с избыточным весом. До этого такой техникой не мог похвастаться не только наш край, но и соседние регионы. Этот аппарат шире, выше и быстрее. Оборудование привезли из Голландии. Для того, чтобы его смонтировать, потребовалось три грузовика. Рабочим пришлось разобрать стену здания и специально укрепить пол. Иначе томограф попросту бы не поместился в кабинет. По соседству еще одна новинка – рентгеновский компьютерный томограф. Общая стоимость двух аппаратов – 130 миллионов рублей. Средства выделил краевой бюджет. Это, конечно, позволит и быстрее двигаться очереди. У нас со всего края сюда приезжают в диагностический центр пациенты. Конечно, быстрее двигаться и очереди. И самое главное – получать очень достоверные, высоко достоверные диагностические заключения. Оба аппарата разместили на первом этаже для большей доступности, в том числе для пациентов с ограниченными возможностями. Самое главное, уверяют медики, теперь эта современная техника поможет им проводить исследования сердца, молочной железы и выявлять злокачественные опухоли. На будущий год мы, конечно, хотим еще лабораторию. У нас лаборатория, мы гордимся, это фабрика анализов. Все возможные анализы они здесь делают. Наша мощность составляет 4,5 миллиона анализов в год. И, конечно, мы хотим ее еще больше усовершенствовать. Сегодня техника работает в тестовом режиме, а с 1 февраля двери отделения лучевой диагностики будут открыты для всех желающих. Но специалисты Краевого министерства природных ресурсов теперь ищут браконьеров и черных лесорубов с высоты птичьего полета, используя беспилотные летательные аппараты. Накануне они с помощью Росгвардии впервые испытали летающий глаз в экстремальных условиях зимних холодов. Вместе с ними мерз и восхищался достижениями науки и техники Илья Кочетков. Груженый лесовоз выезжает с территории Озерского лесничества в утренних сумерках. Нарушитель или легальный лесоруб? Их документы проверят другие. А нам, журналистам, работникам Минприроды и Росгвардии, пора двигаться дальше. Цель – окрестности села Озерки Тольменского района. Здесь, совсем рядом с Барнаулом, по словам работников природоохраны, кипит браконьерская жизнь. В основном, конечно, копытные животные. Лось, косуля, кабан – это у нас преимущество на эти виды. Здесь совершаются незаконные охоты. Смотрим не только нарушения в области охоты. Внимание уделяем и вопросу незаконных хрупок на данной территории. Тольменский район у нас, все знают, это одна из криминогенных зон в этой области. Обычно нарушители ищут вот так прочесывая местность. Но Тольменские леса – это десятки тысяч гектаров и тысячи дорог. Так что решили привлечь новые технологии. В этом Минприроде помогает Росгвардия. Этот похожий на игрушечный самолет, далеко не игрушка. Дальность полета до 50 километров. Верхний потолок – 3000 метров. Камера, вон там, на носу видно дневное, ночное зрение и инфракрасное. То есть видит далеко и зорко. Силовики выясняют, как ведет себя аппарат при сильном морозе и ветре. Насколько быстро можно развернуть мобильный диспетчерский пункт. Одновременно с егерями оценивают, насколько полезен небесный наблюдатель и работники лесоохраны. Рубка была бы сейчас на данный момент. Мы бы видели поваленные деревья и хвоя зеленые, и хорошо видно. Сотрудник Озерского лесхоза признается, своего снегохода в распоряжении хозяйства нет. УАЗик зимой проедет не везде, так что наугад искать черных лесорубов сложно. Тоже говорят егери про браконьеров, а взгляд сверху сильно упрощает работу. Так происходит такая работа, да, у нас есть мобильные группы. Это вообще шикарно. Я уже как бы ориентируюсь по лесам. И примерно знаем, куда мне отправить мобильную группу, там же так же подъехать на снегоходе. Конечно, попытаться задержать. В ходе этого рейда обнаружили две нелегальные пилорамы и больше ничего. Но защитники природы не расслабляются. В прошлом году только в одном озерском лесничестве выявили больше ста нарушений. Это лишь те, что успели заметить. В Минприроде надеются, что в ближайшем будущем беспилотные технологии помогут пресекать гораздо больше преступлений. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Забуксовали. Безвыигрышная серия «Алтайбаскета» растянулась до пяти поражений подряд. Выйти из затяжного пике Барнаульцы могли в выездной встрече против московской «Руна Баскет». Не удалось. Команда Бориса Соколовского вновь уступила. На этот раз со счетом 89-59. Интрига о победителе умерла, как только матч перевалил за свой экватор. К тому времени хозяева «Паркета» создали приличный задел в 20 очков. В такой ситуации главный тренер «Алтайбаскета» решил дать поиграть молодым подопечным, тем самым проверив ближайший резерв. Скорее всего, одержать долгожданную победу в ближайших встречах Барнаульцы вряд ли смогут. 5 и 6 февраля «Белосини» будут играть с одним из лидеров турнира «Магнитогорским Динамо». Этими играми «Алтайбаскет» откроет второй круг чемпионата. В Барнауле начали строить второй дом в Димитровских горках. Это жилой комплекс от застройщика «Жилищная инициатива». В новом объекте повторят комфортные квартиры и продуманную инфраструктуру, которую уже оценили барнаульцы. Свободных квартир в первом доме Димитровских горок нет. Настолько горожанам понравились современные решения застройщика. Автостоянка подземная, попасть в нее можно, не выходя из дома. Теплоотражающее покрытие на окнах, горизонтальная разводка отопления. С ней рассчитывать расход тепла жильцы будут поквартирно. Специалисты креативно подошли к дизайну холлов и общих коридоров. А входные группы подъездов оснастили светопрозрачными конструкциями. Разработчики Димитровских горок постарались сделать эффективным дом и снаружи. На фасадах есть специальные карманы для кондиционеров. А крыши многоэтажки от «Жилищной инициативы», в отличие от других застройщиков, можно использовать для отдыха. Суммировав плюсы объекта, барнаулец Дмитрий Мавлютов покупает в Димитровских горках новую недвижимость. Когда приобретал квартиру, все понравилось. Застройщик надежный, жизнь в микрорайоне комфортная. Поэтому узнав, что сейчас начинается продажа на Димитровских горках 2, решили приобрести коммерческую недвижимость. Он подчеркнул, что в свое время выбрал жилищную инициативу из-за инфраструктуры. Детский сад, школа, гараж – все в шаговой доступности. Присоединяйтесь к живущим с комфортом и вы. С предложением застройщика можно ознакомиться в офисе компании на улице Крупская, 86. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируйте на погоду? В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. 1 февраля в крае переменная облачность без осадков. До 30 градусов мороза ожидается в Заринске и Камни-Наби. 28 ниже ноля в Славгрозе и Олейске. И теплее всего в Рубцовске – минус 23. В Барнауле без осадков ночью – минус 33. Температура днем – 30 градусов мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Все новости к этому часу. До встречи.